У нас тут у Санча новая сестричка нарисовалась. Но правда похоже. И возраст приблизительно такой же. Мне мама позвонила утром и сказала, что к соседнему дому, кажется, подбросили сестру у Санча. Был у нас уже такой вариант, но оказался не сестрой, а братиком Устином. А тут вот такая барышня. Действительно барышня. Но я на тот момент сказала, что нет, никаких сестричек, ничего не знаю. Я сегодня кошек глистовала, при том, что кошки уехали. У меня не уменьшилось совершенно количество. И все. Нет. Ну некуда. К тому же размером, как у Санча, это котенок-подросток, почти уже взрослая кошка. Понятно, что бывшим домашним все равно сложно на улице. Но ее подкинули к месту, где подкармливают. Я попыталась... Да что попыталась. Со своим загрузом я действительно про нее забыла. Потом сходила на Озон, забрала для Люлика бычий корень. И как раз таки мы с мамой его несли к ней. И тут увидели рыжего соседского, казалось бы, козла, кота. В соседнем доме живет рыжий, некастрированный кот. И в принципе рыжики у моей мамы именно от него. Иногда хочется самостоятельно съездить и решить эту проблему. Но все-таки кот чужой, домашний. Хотя больше он находится на улице, потому что самовыгул, потому что не хотят, чтобы ссал своей вонючей мочой дома. И выпускают. Но сидит этот кот. Там не просто так. Он зажал эту маленькую крошку в подвальном окне. Скорее всего, малышку выкинули за то, что у нее была течка. Наверное, орала. По возрасту как раз подходит. Возраст первой течки. Ну и дождитесь, отгуляет, стерилизуйте. И вся проблема решится. Но по ходу эту проблему решили другим способом. Я честно стояла и думала, что делать. Отвести мелкую на стерилизацию. Но то есть я ей дам надежду, а потом вынесу обратно. Чем я буду лучше этих хозяев? Ведь она по-хорошему не приспособлена жить на улице. Оставить так, чтобы этот кот делал свои делишки, тоже не дело. Потом, во-первых, приспосабливаться как-то жить на улице. Еще каким-то образом этих котят рожать. У меня в голове было столько мыслей. Я вначале ее отпустила. А потом достала ее из-под этого козырька, который закрывал подвальное окно. И забрала, само собой. Малышка сначала, конечно, была шокирована количеством кошек. Но тут безопаснее. И она, в принципе, расслабилась очень даже быстро. Не знаю, успел ли этот гад покрыть малышку. Долго с стерилизацией не буду оттягивать. Но, само собой, вначале поставила прививку. Сейчас хотя бы несколько дней подождем. А потом уже буду стерилизовать. Сейчас хоть немножечко надо дать иммунитету откликнуться на вакцину. И я не понимаю, почему для некоторых это так просто. Взять существо, которое жило с тобой, которое ты гладил, обнимал. И просто за какую-то мелочь вынести на улицу. Посчитав, что, ай, кошка, проживет, приспособится. Вынесли туда, где подкармливают. Ну, типа, еда будет. Мы несем ответственность за тех, кого мы приручили. Почему это все больше и больше стали забывать, я совершенно не понимаю. Стало немодно заботиться о тех, кого приручил. Вот, к примеру, этого парня вообще предали два раза. Один раз вернули, поцарапал девочку. Сильно поцарапал. Но он не виноват, он игрался. А второй раз уехали, и родившийся ребенок стал помехой для того, чтобы содержать кота. А кот-то шикарный, красивый. Он так осторожненько всегда берет угощение. Шумик просто шедевр. Да-да, я недавно была у Лены в гостях. И выполняю свое обещание. Всем на радости, на умиление. Красотень. Токио. Какая же она красивая кошка. Ну, просто нереальной красоты. Да, наверное, если бы не ее такси, уже бы с руками оторвали. Ну и вторая наша дама с такси. Кая. Девчонки отлично владеют собой, насколько это возможно в их ситуации. И отлично играют. Да, хоть и начала я видео с знакомства с новой малышкой. Таким, в общем-то, печальным поводом, как выброшенная домашняя кошечка. Но давайте все-таки насладимся вот этими девчонками, красотками. Полюбуемся их играми и их грацией. Ты охотишься? Ты охотишься? вот такие они необыкновенные токио и кая токио конечно атаксия посильнее каюша вообще ходит без проблем для красавиц не забудьте оставить комментарий и конечно же поставьте лайк